Факел с олимпийским огнём пронесли вокруг Кремля. В почётной эстафете участвовали 10 человек, среди которых была и Ира Скворцова. Четыре года назад её спортивная карьера неожиданно оборвалась. Во время тренировки на саннобобслейной трассе в немецком Кёнигзеев и её Боб врезались другие сани. Прогнозы врачей были неутешительными. Ампутация ноги и инвалидное кресло. Но уже спустя несколько месяцев Ира сделала свои первые шаги. Сейчас, несмотря на костыля, она ведёт активный образ жизни. Работает в журналистике и учится на спортивного психолога. У неё самая короткая дистанция 70 метров, которая для неё значит очень многое. Факел весит 2 килограмма. У меня предупредили, говорит, а вы сможете донести его? Я говорю, 70 метров без проблем. Я говорю, на зубах донесу, вроде такого дела. Да нет, я справлюсь, нормально. 70 метров это не километр. Олимпийский огонь в руках лучшего учителя Москвы. Эта эстафета – награда отцовским стараниям. Сергей Иванович мечтал, что сын пойдёт по его стопам и будет стоять у Олимпийского огня лучшим футболистом. Сын выбрал другой путь, но к Олимпийскому огню пришёл победитель. Судёжное событие, и у меня не хватает слов поделиться всеми чувствами, которые я сейчас испытываю. Но я просто счастлив. Это очень 200 метров, они пролетели за одну секунду. Не был я в институте уже около 6 лет. Конечно, стены родные, всё осталось то же самое. Кабинеты те же, даже двери родные. Те же замки, ступени. Очень приятно здесь оказаться и снова видеть знакомые. В Московский городской педагогический университет Юрий принёс красный диплом. На младших курсах он много играл за разные студенческие и молодёжные футбольные команды. Но и к учёбе относился с уважением. Вузовская практика с дошкольниками на втором курсе определила выбор. Шандановин теперь точно знал – в учительство пошёл правильно. Здравствуйте, Лена Лебина. Здравствуйте, как вас дела? Здравствуйте, я вас не видел. Что-то, посмотри, какой ты стал. Вот форму бы и на ковёр, правильно? Да, конечно. Это какой курс занимается? Ведом, это новички после школы. Как говорится, желтопузики. Вот мы их учим основам. То, что ты тут проходил пять лет. Для университетских преподавателей лучший учитель года всё равно студент. А значит, будь готов выполнить нормативы. На уроках гимнастики вместе с упражнениями на гибкость и выносливость Ирина Валерьевна даёт мастер-класс добра и любви. Строго, я считаю, правильный педагог, учитель. Очень интересный в общении. Очень много знающий человек. И, конечно, для нас, молодых студентов, это было самое главное. Что мы знали, как можно подойти и обратиться. Советом всегда было. Она как была вторая мама. Самое доброе – это вот на самом деле стать другом. Это очень сложно сделать, потому что у них у всех складывалась до встречи с нами различная психологическая ситуация. Можно любить детей, но навредить им, не зная что-либо. Можно знать, но не знать, как это преподавать. А вот эти два фактора – знание и любовь к детям – делают из детей людей, которые с удовольствием, мне кажется, живут в этом обществе. Теперь эту науку знаний и любви постигают молодые студенты. А Юрия в родной аудитории встречают почти как олимпийскую звезду. В череде вопросов и учительская зарплата, и сложности общения с подрастающим поколением, и приёмы педагогического мастерства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова